Ну что ж, погнали. Ой, Ань, ну крышку-то закрывать надо, ты чё? Ань, чё так воняет-то? Я пытаюсь вообще-то тут ваш слайм пожарить. Как будто вот настоящее золото взяли и расплавили. Интересно, какой цвет получится? Этот слайм похож на чужого какого-то. Привет, ребята, смотрите, чё тут у нас. Новый миллион слаймов. Две гигантских коробки. С кучей слаймов. И сегодня мы с нашей хозяйкой начнём их распаковывать. Но у нас есть кое-какая идея. Да, ребят, короче, я Софи. А я Миша Лайк, привет. А я Эйвен, приветик. А это наш покемон Юмичу. Да, здорово. А я Киса Алиса, здрасте. Короче, ребят, наша идея такова. Из предыдущих миллионов слаймов мы сделали... Пойдём лучше покажем. Да, пойдём. Мы сделали несколько слаймов гигантов. Да, один вообще огромный. И ещё три разных, но они, похоже, у нас немножко подсохли, потому что мы не закрыли их крышками. Но мы попросим Аню их как-нибудь оживить. Короче, мы смешаем все эти слаймы-гиганты в один большой слайм. И новый миллион слаймов мы добавим в него же. И у нас получится вообще гигант. Давайте вместе с вами сделаем самый большой слайм на Ютубе. А вот потом уже будем с ним экспериментировать. Можно попробовать его машиной раздавить. Он же целую ванну займёт. Я позвала Аню, она сказала, что уже идёт. Мррр. Ну, приветик, ребятки. Да-да-да, я всё слышала. Классно, конечно, вы придумали свалить на меня восстановление ваших засохших лизунов. Ань, ну не обижайся, ну кто если не ты? У тебя же руки. Вот-вот, я нужна вам только для рук. Да, правильно, потому что сегодня ты будешь распаковывать новый миллион слаймов. Понятно. Ого, сколько их тут много. Такого количества у нас точно ещё ни разу не было. Аж две коробки. Пока они разбираются с коробками, ты не забудь подписаться на наш канал. Мы хотим к дню рождения Эйвена собрать 2 миллиона. Осталось всего 125 тысяч. Помоги нам. И чтобы мы могли противостоять новым жестоким правилам Ютуба, поставь, пожалуйста, нам лайк. И обязательно, обязательно, если хочешь нам помочь, спасти канал, напиши комментарий длиннее 4-х слов. Спасибо. Если комментарии вообще ещё не закрыли, ничего себе сколько коробочек. И это ещё далеко не конец. Ань, слушай, пока раскладываешь, а на нашем канале Маджик Фэмили уже вышел сегодня тот самый крутой челлендж. Покупаю собаке всё, к чему она прикоснётся. Точнее, мы же с Аней были в Питере и пошли в зоомагазин. И Аня мне покупала всё, к чему я прикоснусь. Да погоди, Юмичу. Ну, так что, вышел? К чему бы Юми не прикоснулась, Аня всё ей покупала. Да, я кучу денег потратила, крутой шоппинг. Э, упс. София, ты это нарочно сделала? Я чё? Нет, случайно получилось. Ну ладно, да, этот крутой челлендж уже вышел на канале. И ребята уже могут сходить и посмотреть, как я в ужасе покупала всё, к чему прикоснётся собака. Стоп, София, ты специально роняешь их? Просто я тоже хочу участвовать в таком челлендже. Так я ведь не против, просто мы в Питер ездили только с покемоном. Потому что мой друг заболел, и мне на самолёт можно было взять только одну собаку. А давай, чтобы никому не было обидно, в Москве снимем такое все вместе вчетверо. А потом ещё можно Искис Алисой. Короче, ребята посмотрят это видео, если им понравится. Точно, они поставят на него лайк. И тогда мы снимем такой челлендж все вместе. Да, короче, ссылка вон там внизу, потом посмотришь. А я заодно оставлю там ссылку на наш новый влоговый канал, где вышел многодневный влог из этой поездки. Вот это да! Такого количества слаймов у нас точно никогда не было. Так, мне нужна горячая вода. А ещё нам понадобится блендер и лосьон для размягчения ваших засохших гигантов. Попробуем по советам в наших комментариях. Разделить гигантов на кусочки, залить их горячей водой, добавить лосьон и замешать по частям в блендере, а потом снова соединить. Надеюсь, они оживут. Ничего себе, он крутится! Ах, этот помощнее нашего предыдущего. Всё для ваших видео, дорогие мои. Гигант, который был закрыт крышкой, в целом не затвердел, его мы размягчим просто кипяточком. А вот с остальными придётся поработать. Что-то мне подсказывает, что ничего у нас не получится. А микроволновки, чтобы их греть, у нас нет. Если уж совсем ничего не получится, ребята советовали нагреть слайм на сковороде. Он типа должен растаять. Ну что ж, погнали. Ой, да, не крышку-то закрывать надо, ты чё? О, сорянчик. Ай-яй-яй, какой кошмар происходит, он сейчас уничтожит наш блендер. Один блендер у нас уже умер, блендер Ваня. Не хочется, чтобы с новым что-нибудь случилось. А давайте ему тоже имя придумаем. Ага, пусть ребята в комментариях предложат именно для этого. Ну что ж, мне кажется, часть слайма можно считать ожившей и добавить в ваш гигант. Нам удалось эти кусочки размягчить, пусть они пока что там самостоятельно смешиваются. А вот некоторые куски настолько твёрдые, что блендер даже перемолоть их не может. Ань, а как тебе идея? Добавить к тем кускам ещё кипятка, лосьона и какой-нибудь типа этого здоровый мягкий тянучий лизун. И попробовать их замешать вместе. Что ж, если честно, не знаю, к чему это приведёт, но давайте попробуем. Возьмём мы, правда, вот этот вот большой матовый слайм. Слайм, он такого как бы тёмно-сиреневого цвета. Главное, чтобы он был здоровенький. Сейчас посмотрим на него. Ох, какой же он тяжёлый. Да, в принципе, слайм в нормальном состоянии. Единственное, нам придётся убрать вот эти вот пластиковые шарики красные из него. А то блендер и правда умрёт. Готово, шарики я убрала. И это только один засохший лизун гигант. А у нас ещё два таких слайма. Ну, я надеюсь, мы как-нибудь исправим ситуацию. Этот большой слайм в отличном состоянии. Хорошо тянется, но он настолько большой и тяжёлый, что его в руках даже неудобно держать. Больше похоже на цветное тесто. Да, но это тесто нам подходит. Попробуем замесить его с этими оставшимися очень твёрдыми кусочками слайма. Кипятка и лосьона добавила, погнали. Мне кажется, он помогает замешиваться нашим кускам. Да, похоже, блендеру удалось их разрубить. А ещё за счёт того, что ножи крутятся очень быстро, блендер нагревается. Плюс кипяточек нам помогает. И в итоге нам всё-таки удалось размягчить те оставшиеся твёрдые кусочки. Замешаем то, что получилось в наш слайм. Только чё-то цвет у нашего гиганта не очень. Ну, я думаю, нам удастся это исправить более яркими новыми лизунами. Ещё один гигант мы залили кипятком. Вроде он становится помягче, пусть ещё полежит. А вот этот кусман, мне кажется, вообще уже ничего не спасёт. Он практически пластмассовый. Значит, сковородка. Ань, да, давай всё-таки попробуем расплавить его на сковороде. А мне ещё потом вот это всё распаковывать. Ладно. Ох, включаем плиту, ставим на большую мощность. Ань, чё так воняет-то? Я пытаюсь вообще-то тут ваш слайм пожарить. Чтобы сковородка не сгорела, я добавила немного воды. Но пока что слайм вообще даже не начал плавиться. Не знаю. Подождём. Может, туда тоже надо добавить новеньких лизунчиков? Может, это и правда поможет? Нет, кисалис, в данной ситуации нас это не спасёт. И вообще, я вон сковородку из-за вас испортила этими лизунами. Ань, да ладно, её помыть можно, ну чё ты? И это помогло, но совсем-совсем чуть-чуть. У меня есть предложение. Залить оставшиеся засохшие слаймы? Горячущим кипятком все вместе оставить их надолго. Как ты догадалась, Алиса? Да, именно это и было моей идеей. Что-то мне подсказывает, если они пролежат в кипятке очень-очень-очень долго, то хоть какая-то часть из них всё-таки размягчится. И мы сможем добавить их в наш гигант, да? Да, так что пусть они там лежат. А пока давайте начнём распаковку нашего миллиона слаймов. Возьми вон те большие тюбики. Хорошая идея, Мишанька. И правда, давайте начнём вот с этих двух больших баночек, тюбиков с лизунами. Предлагаю начать с розового. Хорошо, давайте его откроем и посмотрим, что же там нас с вами ждёт. Вот всегда из этих высоких длинных баночек очень сложно доставать слаймы. По крайней мере мне. Фух, так, готово. Ну что, ну что, ну что там с этим слаймом? Во-первых, он не просто розовый, даже я бы сказала сиреневый. Во-вторых, он блестящий. То есть в нём очень много маленьких-маленьких незаметных практически блёсточек. А в-третьих, самое главное для меня, я очень люблю такие лично лизуны, он перламутровый. Безумно красивый цвет, причём в бутылочке он казался более прозрачным. А сейчас, когда мы его замешали, он прям такой серебром отливает. Прям как жемчуг. Но у нас есть проблема, ребят. Если вы заметили, слаймик очень плохо тянется и рвётся. Он практически не скручивается, вообще не растягивается. Короче, надо его лечить. Предлагаю делать это сразу. Да, пожалуй, не будем этот раз дожидаться, когда они засохнут. А что с тем золотым тюбиком? Вот сейчас и посмотрим, что с этим слаймом. Давай, если он здоровый, смешаем их вместе в блендере. Ну да, тогда получится один большой здоровый лизун. Ага, я вас поняла, который мы сможем уже сразу добавить в ваш слайм-гигант. А не оставлять их, как в прошлый раз, отдельно в больнице. А потом, в итоге, спустя время, пытаться их вылечить. Там на дунышке чуть-чуть осталось, никак не достаётся. О, смотрите, ребят, это не просто жёлтенький слайм. Это золотой лизун. Вообще нереальный, он как жидкое золото, смотрите. Ага, прикольный и похоже в нормальном состоянии. Классно и пахнет вкусно. Жалко, созвести его нельзя. Ай, Юми, что, ну тебе лишь бы что-нибудь съесть? А, покажи, 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 Ань. Вау, красивый. Этот золотой слаймик действительно очень красивый. Он прекрасно растягивается. И с ним явно всё в порядке. Сейчас попробуем его поскручивать, порастягивать, что-нибудь с ним поделать, пожамкать. Классный слайм, мне нравится такой. Согласитесь, ребят, он действительно очень красивый. Как будто вот настоящее золото взяли и расплавили. Вот, пожалуйста, в какую плёночку он растягивается. Прозрачную практически. Пощёлкаем им немножечко. Шикарный лизун. И теперь предыдущий сиреневый перламутровый мы замешаем в блендере с этим золотом. Интересно, какой цвет получится? Самое главное, что получится здоровый лизун в два раза больше. Так, нижний сиреневый измельчился. Сейчас руками перемешаем их немножко, а то блендер не справляется. И ещё разок замешаем их вместе хорошенько. Да, цвет, конечно, не такой прикольный получается. Обидненько. Не, ну почему не такой прикольный? Сейчас посмотрим. Мне кажется, он будет очень даже приятного розового оттенка. Погодите, достаю. Вот, пожалуйста, смотрите, блестящий бледно-розовый и очень большой лизун. Смешав слайм, который был более резиновый с жидким, мы действительно исправили его. И у нас получился нормальный слайм. Да, конечно, он не такой красивый. Но зато он намного увеличит ваш гигант, который, по-моему, скоро мы, правда, перенесём уже в ванную. Аня, много же времени прошло. Пойдём проверим, чё там с этими, которые в арковине, в кипятке валяются. Вдруг они уже размякли, их можно блендерить. Ну что ж, ребятки, я вам скажу, ситуация действительно очень поменялась. Этот слайм похож на чужого какого-то. Да, ты права, Юмичу. В общем, этот зомби действительно начал размокать и размягчаться. Конечно, ещё далеко не всё размякло, но я думаю, у нас есть надежда подождать ещё немного, залить ещё пару раз это всё кипятком, и, скорее всего, этого зомби мы сможем замесить в блендере со здоровыми лизунами и очень сильно увеличить ваш слайм. Каждый грамм нам важен, поэтому воткну эту баночку с золотым слаймом. Пусть этот кусочек постепенно туда вниз стечёт. Тут аж целых три! Три разных лизуна разного цвета. И с какого начнём? Давайте с голубенького, а. Окей, ребят, но скорее не начнём, а продолжим. Продолжим в следующий раз, потому что на сегодня нам пора заканчивать. Не целыми днями же мне слаймы распаковывать. Ну, тогда в следующем видео будем распаковывать наш новый миллион слаймов. Конечно, обязательно. А ты пока иди тогда и смотри крутой челлендж на канале Magic Family, где Аня покупает всё, к чему прикоснётся собака в магазине. И на других каналах ролики смотри. Увидимся скоро в следующей мега распаковке. Всем пока!